Что было, а самое главное, что будет, рассказал сегодня мэр нашего города. Подобно Деду Морозу, он внимательно изучил желания челнинцев, которые обращались в его блог в интернете и лично встречались с ним на традиционных приемах. Конечно, Василь Шахразев не настоящий зимний волшебник, потому исполнить все желания он не в силах. Но выводы сделаны и планов на следующий год набралось громадье. Неофициальная обстановка не помешала мэру сразу перейти к официальной части. Начал Василь Шахразев свой монолог, который, к слову, длился около полутора часов, с позитивной информацией. Для многих челнинцев наступающий Новый год запомнится особо. Они смогут встретить его в своей новой квартире. В последних числах декабря произойдет массовое заселение. Среди будущих новоселов немало ветеранов Великой Отечественной войны и молодых семей. Чтобы это стало возможным, строителям пришлось изрядно попотеть в течение всего 2011-го. И в следующем году, заявил мэр, им придется работать не меньше. На следующий год мы планируем 300 тысяч квадратных метров в районе этот показатель оставить. И это в большей степени связано с освоением микрорайона Замеликесия. Есть, так скажем, участок, который с нуля начинает обслуживаться. А чтобы жители Замеликесия были напрямую соединены с набережными челнами, власти города планируют построить мост. Только какой он будет, пока не решили. Но рассматривают несколько вариантов. Первый – понтонный. Его строительство обойдется в 60 миллионов рублей. Есть новые образцы мостов, которые не идут понтонными, а дремочками. И ширина 4 метра двухполосная. Или понтонный вариант, или мост навесной. Мы его на следующий год должны сделать. Тему масштабного строительства сменили вопросы благоустройства. Мэр заявил, что к мае 2012 года абсолютно все тротуары набережных челнов будут оборудованы пандусами. Также на средства, выделенные по программе «Доступная среда», в следующем году в учреждениях здравоохранения, культуры и ряде других появятся лифты. На встрече мэр затронул и тему строительства в набережных челнах IT-парка, который в будущем даст городу более полутора тысяч рабочих мест. Помимо выделенных ранее 300 миллионов рублей, удалось привлечь и дополнительные средства. Дополнительно то, что некоторые регионы не смогли освоить деньги по линии Минсвязи России, а нам 73 миллиона России дает, а там сразу идет 50 на 50. Но и республика добавляет еще 73 миллиона, и получается дополнительно мы получили 146 миллионов рублей. В планах на следующий год капитально отремонтировать еще два проспекта – Сюмбекей и Автозаводский. Работы обойдутся городу соответственно в 350 и 250 миллионов. Окончательного источника финансирования не определено, и мы уже пока в поиске по кредитам, так же как по проспекту мира, долгосрочный кредит по годному проценту старта, но все равно мы один из них должны за счет кредитных ресурсов на денег сделать. Подведя итоги, мэр Василий Шахразиев не забыл поздравить собравшись в ДК КАМАЗа журналистов с наступающими праздниками, а также посоветовал им запостить на будущий год удобной прочной обувью, ведь объездов и прочих выездных совещаний в 2012-м будет немало.